В этом ролике вы узнаете, для чего киновселенной Марвел нужен Шан-Чи, каким получился сольник про первого китайского супергероя, и что нам показали в сценах после титров. Шан-Чи и Легенда Десяти Колец это сольный фильм про нового персонажа киновселенной Марвел по имени Шан-Чи, который основан на одноименном персонаже комикса. Данный фильм мог появиться еще в начале нулевых под крылом DreamWorks, но в итоге не срослось, и лента про кунг-фу волшебника вышла только в 2021 году уже от Марвел. Картину дали снимать Дестину Дэниелу Креттону, и вы вряд ли смотрели хоть что-то из его фильмов. Видимо, Марвелу он приглянулся тем, что до этого Креттон снимал Бриларсон в нескольких работах. Из основного каста актеров массовый зритель тоже вряд ли кого-то знает, так что не вижу смысла об этом говорить. Шан-Чи и Легенда Десяти Колец рассказывают о мастере боевых искусств, который жил в Америке и занимался обычными людскими делами. Пока ему не пришлось вернуться в Китай, дабы разобраться со своим семейным прошлым и таинственной организацией Десять Колец. Сюжет здесь, конечно, жутко избитый. Я думаю, уже всем надоели эти бесконечные истории про избранных, но Марвел решили, что раз у них такого еще не было, то можно сделать. Тем более этот избранный из Китая. Все мы понимаем, для чего такой персонаж, как Шан-Чи, были в принципе придуманы, и тем более для чего его пропихивают в основной сюжет киновселенной Марвел. Конечно, чтобы срубить бабла на фанатах из Китая, ведь им теперь точно будет за кого поболеть в этой истории. Но мне кажется, обычному зрителю, который не шарит за комиксы и все подводные камни, такие истории не вкатывают. Стилистика и антураж Китая зайдет немногим. Конечно, даже в нашей стране есть много любителей Китая, но не такого, а такого. Супергерои по типу Шан-Чи и Черной Пантеры рассказывают о разных нациях, расах и национальностях, и это хорошо вписывается в современную повестку. Но я думаю, многим нравились мужики в трико, а не вот эти индийские разборки, которые, оказывается, были и до, и во время основной киновселенной Марвел. Типа почему-то раньше как-то без них справлялись, но вот теперь без них вообще никак. Шан-Чи и Легенда Десяти Колец это красивый с точки зрения визуала фильм. Китайская эстетика и антураж переданы во всем их великолепие. Боевые сцены отдают дань всяким корейским и китайским фильмам про разборки в стиле кунг-фун, но как по мне, это какие-то могучие рейнджеры на максималках, или индийское кино, где всем похер на законы физики. Все что-то бегают, прыгают, дерутся, но ничего необычного, просто сделано качественно и со вкусом. А вот эти заморочки с волшебными кольцами напоминают аватары, и я это не к тому, что кто-то кого-то копирует, просто истории со схожими концептами десятки, если не сотни. Весь фильм нам рассказывают про семейные разборки, которые в конце концов приводят к примирению и борьбе против истинного древнего зла, какого-то там злого дракона. Но это же Китай, какое там еще древнее зло может быть? Конечно же дракон, это же не избито. Если вы ждете чего-то необычного от этой сказки, то нет, это не тот случай. Здесь все как положено. Главный герой, практически ничего не умея, учится всем волшебным фишкам всего за две минуты, и в итоге добро побеждает зло. И с таким вот финалом я не очень понял прикола всей этой вековой истерии по поводу древнего злого дракона, которого в итоге слили за пять минут. Ой, а разговоров-то было. И при всем при этом, весь экшен в первой половине фильма не несет никакой ценности, кроме того, что нам показали, как брат с сестрой могут наваливать всяким ниндзя по шее. Но то, что при таких вот ненужных махачах могли пострадать обычные люди вокруг... А по хуям уже? Я понимаю, что за первые пятьдесят минут фильма нам попробовали раскрыть главных персонажей, но по факту все это не имеет никакого смысла. Потому что, по сути, фильм начинается только после встречи батя Шанчи с ним и с его сестрой. А если еще сократить ленту до самых главных событий, так чтобы все еще было понятно, что к чему, то от Шанчи можно оставить всего минут пятнадцать-двадцать, вместо двух часов. Я вот все думал, почему в некоторые моменты Шанчи напоминал мне Mortal Kombat, и все встало на свои места, когда я увидел в сценаристах Дэйва Каллахэма, который как раз таки работал над новым Mortal Kombat'ом. И ведь обе эти картины имеют одну и ту же проблему. И там, и там главный герой вообще никак не выделяется из общей серой массы, а Шанчи это еще сложнее сделать. Расист! Расист! Если бы. Но дело не в актерах и внешности, дело в том, что этот персонаж в принципе невзрачный. У него нет никакой фишки, это максимально блеклый рандомыч, на месте которого мог бы быть любой другой чел. Че уж говорить о качестве раскрытия персонажа, если я бы не знал название фильма, то я бы не запомнил, как зовут главного героя. Мне кажется, или это небольшая проблемка? Что Шанчи, что Кол Янг из МК особо не разговаривают, не раскрывают свои внутрики. Да, нам рассказывают о них историю, но вот из чего сделаны протагонисты, мы не можем понять. Конечно, в Шанчи с этим получше, но тут мы видим типичного избранного в сказке о Дисней. Лично я считаю, что такие фильмы, как Шанчи, это шаг или даже два назад от Марвел. Да, картинка прикольная, стиль и атмосфера зайдет любителям Азии, но по сути это слабый проходняк, который вообще ничем не выделяется, кроме своей национальной особенности. Вместо того, чтобы развернуто раскрыть главного героя, нам большую часть ленты рассказывают про его семью и терки внутри нее. А в итоге Марвел говорит, ну вот он весь такой особенный, из семьи волшебных кунфуистов, он герой, а еще у него прикольные светящиеся кольца есть. Гоните бабло, мы еще такого снимем. И ведь они снимут, потому что продолжение уже анонсировано. Спасибо! 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 Забавно, что в Марвел хотели сделать фильм про Шанчи, несмотря на то, что это непопулярный персонаж с очень диснеевской историей. Однако Шанчи и Тайна Десяти Колец по итогу вышли диснеевской сказкой по типу Мулан, только более масштабнее и сказочнее. Последние 15 минут. В Шанчи отличная хореография, и все драки в фильме смотрятся зрелищно и динамично. Затем, как актеры скачут по всему экрану в попытках навалять друг другу, действительно приятно смотреть. Но со временем эти драки в стиле кунг-фу приедаются и становятся однообразными и скучными. Сравнение с могучими рейнджерами я озвучил не просто так. И во всем фильме я могу выделить всего две крутых экшн-сцены. Ну не то чтобы крутых, но прикольных. Первая это сцена в автобусе, которая напомнила мне драку доктора Актопуса и Человека-паука на вагоне метро. Она тоже зрелищная, но я не знаю, как можно сопереживать главному герою, о котором нихера неизвестно. Просто безликий парень дерется с другими ноунеймами в автобусе. Ну и чё? Та же драка в Никту от Найшулера хотя бы была залита кровью и жестокостью. Она реально запоминалась. А здесь, ну, автобус порвался на две части. Вау, прикольно. Ну и чё? А вторая прикольная сцена это финальная битва. Она прям эпичная. Там и драконы, и аватары, и луки со стрелами, драки, взрывы. Это прям хорошая масштабная экшн-сцена, но не без косяков и мыльца. Кстати, графика здесь не самая лучшая, но не прямо чтобы вырви глаз. Из отсылок и знакомых лиц в фильме появились Вон из Доктора Стрэнджа, Мандарин из Железного Человека 3, который здесь отвечает за юмор, и даже Мерзи из Невероятного Халка. Но выглядит она немного иначе, чем в фильме 2008 года. Да, это приятные моменты, но того же Вона и Мерзи как будто специально впихнули только чтобы они были. Типа смотрите, это персонажи одной киновселенной. В Шанчи не обошлось и без сцен после титров, и сейчас я расскажу, что там в них показали. Так что перемотайте чутка вперёд, если боитесь спойлеров. В сценах после титров нам показали знакомство Шанчи с Капитаншей Марвел и Халком, у которого всё ещё проблемы с рукой, но он предстал перед нами в очеловеченном облике. Видимо, Брюс Бэннер научился контролировать профессора Халка. В общем, в сцене после титров нам намекнули, что теперь Шанчи неотъемлемый член команды Мстюнов. Плюс нам показали, что феминизм добрался и до древней волшебной китайской провинции. Теперь в стане ниндзи есть не только спермобаки, но и настоящие крутые сильные женщины. Вообще, ещё в самом фильме проскальзывает эта тема с феминизмом. Видимо, самой тематики фильма не хватило, и Марвел решили угодить не только китайцам, но и феминисткам. И опять же, говорю в 100-500 раз, я не имею ничего против феминизма, но когда его суют в фильм просто ради того, чтобы он там был, меня это раздражает. Да, можно сказать, что здесь эта идея очень даже вписывается, ибо в данной истории царил патриархат. Но если раньше у Марвел просто были сильные персонажи, и с этим всё было окей, то теперь их пытаются выставить на первый план. И смотря на все эти заигрывания и подсасывания, я не удивлюсь, если в будущем мы увидим не Мстителей, а реально могучих рейнджеров. красного, чёрного, голубого, розового, жёлтого и разноцветного. Я думаю, вы понимаете, по каким признакам будут распределены эти цвета. Только вот интересно, а белому там место найдётся или нет? Аккуратнее с языком, ладочек. Такое ощущение, что теперь Марвел это не про супергероев, а про толерантность и другие социальные аспекты. Но смотря фильмы Марвел, я не хочу смотреть на всё это, я хочу смотреть, как супергерои противостоят суперзлодеям. Всё. Возможно, это я так пренебрежительно отнёсся к Шанчи, и вам эта лента принесла или принесёт море кайфа. Но тут или я повзрослела, меня больше не возбуждают такие истории, либо Марвел взяли курс не на то направление. Я уже в предвкушении, что фанаты комиксов и Марвел в частности съедят меня с говном. Как это так? Это же сам Шанчи, он крутой. Клёво, но я не шарю за весь лор и все комиксы не читал, как и большинство зрителей. У меня есть и другие занятия, и смотреть вот такие проходники у меня желания больше нет, зная, что эти же люди уже снимали хорошие сольники. Честно, я не горел желанием смотреть Шанчи, и ещё на этапе анонса всё понял об этом фильме. Почти все мои догадки сбылись. Не знаю, как вам, но лично мне неинтересно смотреть на Шанчи и Легенду Десяти Колец или Хуй Сунь Выней Загадку Простаты в таком виде, в таком детском, наивном и простом сюжете, где логики и обоснованных действий почти нет, и все события максимально банальные и избиты. Это просто очередная сказка от Диснея, однако. Если вам нравится азиатская культура, вы обожаете кунг-фу и сказки от Диснея, то даже такой фильм вам зайдёт. Остальным же можно просто глянуть сцены после титров и не мучить себя двухчасовой, дырявой и скучной историей про неизвестного персонажа. Боюсь, такими же сказочными пустышками окажутся и вечные. Нет, конечно, если вы фанат и прочитали все комиксы, то вы, наверное, писаетесь кипятком в предвкушении, но для обывателей и обычных любителей кинокомиксов это неинтересные ноунеймы. Тем более, если Марвел продолжит делать такие же красивые пустышки, то зрителей явно не прибавится. И пока после Мстителей Финал история киновселенной идёт на спад. Вышло уже два проходника подряд. Но, надеюсь, я ошибаюсь насчёт вечных. И вот кто точно должен изменить ситуацию к лучшему, так это третий Человек-паук. Здорово, зайва. Казахстан, да?